Всем еще раз привет! С прошлого кадра прошло почти целых два дня. Я там прервалась. Мы собирались поехать в Дирижабль для того, чтобы поменять обувь, которая мне жмет. И перед тем, как уже выезжать, мы оделись, там куртки, все, короче, собрались полноценно уже. Стоим на выходе, обувь одеваем. И Эдик говорит, точно ты их не разносишь? Потому что, ну вот, женщина, которая продавала, говорила, что они разносятся, все нормально. Они там даже мне растяжитель пшикали. А с тех пор я их больше не мерила, когда она пришла. В общем, мы померили их еще раз прямо перед самым выходом. Ну и я решила, что, наверное, разношу все-таки. Что-то мне так показалось. Нога уже не отекшая, нормальная. Наверное, разношу. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот такие вот, короче, гигантские тапки. Так, мне сейчас очень больно стоять. Вот эта вот нога конкретно. Можно я ее сниму? В общем, я ее тогда натерла, так сильно натерла, что мне теперь сложно в них находиться. В общем, вот такие вот тапки. Я думаю, многие знают. Без всяких штук. Конкретно с этими брюками, ой, брюками, джинсами вообще смотрится, мне кажется, не очень. Это для более широких. Просто я вам сейчас показываю в том, в чем я есть. А я сейчас нахожусь в удобной одежде. Сверху еще будет надета кофта. Ну, потом покажу. В общем, теплая кофта. Очень теплая, мне кажется. Бежевая с воротником. Вот. И это несмотря на то, что сейчас 2 часа ночи. 2 и на сколько? Посмотрим. 2.29 даже вот так. Так поздно я не сплю, потому что мы собрались улетать. По делам совсем ненадолго. На несколько дней. 4 дня у нас, по-моему, получится. У меня сейчас последние сборы. У нас просто все параллельно происходит. Переезд. Параллельно происходят сборы в поездку. И еще на одно мероприятие, которое будет сразу же после возвращения с поездки. Все надо успеть одновременно. Потом нужно будет еще раз встретиться с риелторами. Там акт приема передачи, показания счетчиков снять, что-то такое. Вот. Поэтому, конечно, это сложновато. Мы не успеваем. Мы уже несколько дней подряд, прям вот с утра и до позднего вечера. Вот сейчас 2 часа, а я еще не остановилась. Упаковываем, возим туда-сюда. На дачу мы ездим по 2 раза в день. Иногда еще папа приезжает, тоже забирает. Короче, вещи никак не заканчиваются. Мы думали, что сегодня практически все увезем. Но нет, все не получилось. Приедем, получается, мы где-то очень рано утром в субботу. Часть, у нас там пару часиков будет времени еще доупаковать. Вот. Ну, уже не так много. Уже, по крайней мере, все это подготовлено к упаковке. Так что, последние деньки тут у нас остаются. Ну, вот эта неделя, по идее, должна была быть последняя. Но раз нас в городе не будет, то считаю, как деньки. А у меня тут последние сборы. Вот, по мелочи осталось уложить. Вот такая вот у нас будет сумка. Совсем небольшая. Везем чуть-чуть. Ну, дня 4, поэтому особо много вещей не нужно. И туда мы летим только с ручной кладью. А обратно у нас уже будет багаж. Поэтому я с собой в сумку сейчас запакую рюкзак. Пустой, легкий. Он особо веса не должен придать и объема. Вот такой вот рюкзак я в итоге собрала. Видите, он полупустой. Потому что на обратном пути, возможно, мы в него все загрузим. А вот эта черная сумка будет в качестве багажа. То есть это будет ручная кладь, это багаж. Тоже она там полупустая. А может быть, так и поедем. Вот. И еще возьмем с собой... Я возьму сумку. Эдик вот такую. Но пока она пустая, посмотрим. Может, вообще и не возьмет. Короче, мы прям совсем налегке. Я даже не ожидала. У меня на самом деле все уместилось в эту сумку. И она была не битком набита. Но на всякий случай, вдруг мы что-то будем на обратном пути покупать. А такое вполне вероятно. Нам понадобится место. Но, кстати, я еще не положила сюда косметику. Потому что я сейчас буду ей краситься. Вот накрашусь. И положу ее сюда, наверное. А может сюда посмотрим. Смотря в какую косметичку запакую. Мы в аэропорту. Приехали вовремя. Нормально. Можно не торопиться. А какой у нас? У нас в Аэропорту. В Аэропорту. В Аэропорту. В Аэропорту. В Аэропорту. В Аэропорту. Да, в следующий раз мы поедем на поезде. Сейчас не стали, потому что три дня ехать. Очень долго. Летать можно. У нас Эдик не любит летать. Да? Да. А может пешком? Да, хоть пешком, блин. Только не на шумуле. А я без соседа еду. В Части уже ближе к Сочи. Сейчас можем пересечь до окончания. Из-за изменения направления скорости света, а также грозовой. Ваш дел, все возможное, чтобы полет прошел. Главное. Я обращаю ваше внимание на стройку. Видно, нет там туман. Прямо. Смотрите, какой магический город. Как классно, с туманом. Ой, мы боком как-то летим. А? Обалдеть. Обалдеть. И просто отвернулась, поворачиваясь, а тут на тебе город боком. Короче, я не узнаю город сверху. Вот это вот что за дорога такая вся подсвеченная. Короче, даже и не попонравилось, хотя он боится. С той стороны солнце светит красиво, а нам не будет. А, ну давайте встретимся уже, когда мы приземлиться. Да, да, да. Ну что, мы прилетели, приземлились. Мы сейчас находимся в Адлере. Решили чуть-чуть здесь сначала прогуляться, потом уже поедем дальше. Мы на какой-то пляж приехали, вообще наугад. Хотим поесть. Ну, сначала сейчас посмотрим на пляж, потом поедим. О, уже волны вон. Короче, интересный какой-то пляж. Такое ощущение, что он слегка заброшенный. Ну, может, потому что сегодня не жарко. Видите, погода. Дождь был. Так, а где я косу видела? А вон там. И там рыбаки. А где? Ой, а люди плавают. Вон, смотри. Ну, вода-то теплая, я думаю. Пойдем к воде подойдем. Самолеты кругом. Мы пока ехали, мы на такси поехали. Над нами, прям над такси проехал, пролетел, я проехал говорю. Самолет прям над головой, огромный. Прямо его можно было рукой потрогать. Так, близко самолета мы еще не видели. Говорю, самолет, который над нами пролетел, когда мы в такси ехали, так низко я еще никогда не... Прямо он почти на крышу лег. Да? Очень низко. Так, там какие-то пирсы. Это мы на какую улицу прилетели? Пролетарская? Я не помню. А, приехали. Прозрачненькая вода. Да. Ну, слушайте, вот там есть немножко мутность. Это после дождя, это нормально. Любое море так себя ведет. Еще самолеты. Классно. Мне вот интересно до этой косы дойти. Ну, я не знаю, мы на нем, может, не пойдем, потому что, смотрите, вот здесь получается, прерывается. Можно, конечно, дойти пешком, если ноги можно промочить. Вот, видите, стоят рыбаки. Рыбачат. А начало, получается, с той стороны. С той части берега вход. Стоишь такой тебе прям по ногам, наверное. Водичка. Ой. Ой. Я близко иду как-то. Это море давно не видел. Вот, пожалуйста. А тут какая-то, я не знаю, что это, намыло. Ушли мы с этого пляжа. Ну, мы так, для интереса туда сходили. Сейчас движемся дальше в поисках какого-нибудь места, где можно поесть. Ой, сейчас нас задавит. Но, на самом деле, рановато. Еще мало что работает. Вышли на улочку посимпатичнее немножко. Тут вон кипарисы. А тут, смотрите, это киви. Вон даже плодики висят. Вот. Мы, короче, прошли практически всю улицу. И вот это единственное место, которое работает утром и выглядит более-менее аппетитно. Но мы пока еще на нем не останавливаемся. Пройдем все до конца, в другую сторону. И когда убедимся, что нет других вариантов, пойдем туда. Так, мы нашли какое-то местечко. Кормилица называется столовая. Та улица, на которой мы до этого были, это цветочная. А это я даже не знаю, как правильно называется. Мы нигде вывеску не видели. Но вот такая. Это как столовая. Но у них, ну, вроде как симпатично. Сейчас проверим. О, пицца. Ну, это еще 300 у нас получилось. В общем, что ли. Мы сейчас уже находимся в Сукуме. Да, мы приехали в Сукуму. Я так и не сказала, по-моему. Сегодня здесь тоже приема. Ну, как и в Адерии, собственно. Вот. Мы сегодня ничего здесь такого делать не будем. Просто прогуляемся, поедим и пойдем отдыхать. Потому что мы сегодня полдня провели в дороге. Слегка под устами. Пока ехали в автобусе, не в маршрутке мы ехали, заснули. А это на самом деле такое ощущение создало, как будто мы еще больше устали. Когда мы не спали, было как-то бодрее. Так что, несмотря на дождь, мы и пуляем. Сейчас я специально встала под крышу, для того, чтобы сильно не мокнуть. Ну, например, так. Ну, тут, видите, не поливает. Сейчас не ливи. Поэтому можно спокойно ходить. Кофочку я накинула на всякий случай. Потому что, ну, когда ветерок дует, чуть прохладно. Но в кофте жарко. Пока что я нахожусь у Апсны Молл, торговый центр. Вот тут такие красивые пальмочки. Сейчас я вам покажу. Вот он так называется. Продолжение следует.